Будь верным своему отечеству, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки. 300 учеников севастопольских школ вступили в ряды юнормейцев и российского движения школьников в канун годовщины воссоединения Крыма с Россией. В этом году торжественная церемония прошла на территории мемориального комплекса памятников обороны города в 1854, 1955 и 1941-1942 году Малахов-Курган. Эти юные патриоты хотят, чтобы их родной город становился лучше и переживают за сохранение его истории. Среди них и Виктория Боляева, которая на протяжении нескольких лет участвует в парадах, посвящённых Дню Победы, и занимается восстановлением памятников. По её мнению, люди должны жить честно, с трепетом и почитанием относиться к знаковым для города местам. В будущем Виктория хочет стать полицейским. Мне стало интересно узнать историю родного города, и у меня на войне велико отчасти навоевал дедушка. Ещё к этому у меня бабушка военная, я хочу продлить свою династию. Мне кажется, для маленьких поколений рассказывать, как это было, ну, всё, как я вступала, куда ездила, на каких лужных, в чём участвовала. Я участвовала в лужном переходе, ездила в Москву. Всероссийское движение «Юнармия» – это авангард военно-патриотического воспитания российского движения школьников. Только в Севастополе участниками РДШ стали 27 тысяч учеников и 8 тысяч вступили в ряды юнармейцев. Решение ребят стать юнармейцами родители поддерживают. Говорят, что гордятся их активной и жизненной позицией. Сейчас такая работа идёт в Севастополе, что вот смотришь, и душа требует, просится. Ну и, конечно, мы дочке говорим, она знает, что такой легендарный город у нас российский теперь. Поэтому мы вот только заприветствуем её и само желание. В этом году посвящение юнармейцы особенно торжественно для ребят. Ведь участниками военно-патриотического движения они стали в годовщину воссоединения Крыма с Россией. С пятилетием «Русской весны» севастопольцев поздравил депутат Государственной думы Дмитрий Белик и представители севастопольской власти. Ну что, с праздником, Севастополь! Пять лет назад именно здесь, в Севастополе, началась «Русская весна». Пять лет назад мы с вами перевернули новую страничку истории не только России, но и всего мира. Ведь мир после «Русской весны» стал другим. Очень важно этот праздник отмечать здесь, на этой святой земле, земле Малахова-Кургана, где нашли последний покой героические защитники двух оборон города-героя Севастополя. Но здесь не пепел, здесь огонь, вечный огонь. Наша с вами задача – передавать из поколения в поколение не пепел, а огонь. Огонь – сердец наших защитников. Севастополь – это святое место для всей России. И другого быть не может. С этим событием, я считаю, связано возвращение России к своим истокам, к патриотизму, к своей памяти, к своей духовности и культуре. Представители власти почтили память тех, кто стал примером патриотизма и верности Отечеству. Совместно с директором Государственного музея-заповедника «Героической обороны и освобождения Севастополя» Владимиром Мусиенко и российским лётчиком-космонавтом Антоном Шкаплеровым они возложили цветы к месту смертельного ранения. Герои первой обороны Севастополя – адмирала Владимира Алексеевича Корнилова. Также на Малаховом Кургане состоялось открытие культурно-патриотического фестиваля «Мы вместе», посвящённого пятилетию русской весны. На протяжении трёх дней на территории комплекса севастопольцы смогут посетить тематические выставки, а 18 марта с 10 до 18.00 на всех объектах музея пройдёт день открытых дверей. Дарья Марущак, Дмитрий Лелека, Севинформбюро.